Затопило за всех сторон, это только одна река, у нас их две на участке. На этих кадрах весь масштаб трагедии в селе Васильевка. Река вышла из берегов и сносила все на своем пути. Во время аномальных ливней вода хлынула в дом. В считанные минуты семья инвалида первой группы Валерия Грицая оказалась в плену стихии, которая нанесла значительный ущерб дому. Пострадали хозяйственные постройки, мебель и электроприборы уже не восстановить. Семья до сих пор приводит дом в порядок. Денежную компенсацию пока получить не удалось, так как их дом не оформлен. Сейчас сыпалась земля, а у меня уже не хватает ни сил, ни ресурсов это все восстановить. Я хотел бы, конечно, чтобы какую-то помощь оказали мне. На помощь пришли волонтеры молодой гвардии. Они подарили семье стиральную машину. Старая полностью пришла в непригодность во время потопа. Спасибо вам, что вы не сдаётесь. Мне очень приятно. Честно говоря, это первый раз в жизни. Я обычно сам никогда ничего не прошу. Всё всегда сам. Вот уже почти месяц волонтеры оказывают помощь пострадавшим. Привозят воду и продукты. Помогают в размещении. Совместными усилиями и с депутатским корпусом, администрацией, волонтерскими движениями Ялты нам удастся эту ситуацию окончательно сгладить. И в конечном итоге люди будут довольны и вернутся в свой ежедневный ритм жизни. Местные жители надеются, что Васильевка скоро станет прежней, но понимают, нужно время. Экскаваторы до сих пор продолжают расчищать улицы и дворы от ила и грязи. Работают и коммунальные службы. Достаточно объёмный ущерб. Мы сейчас в первую очередь пытаемся освободить жильё для того, чтобы жители могли попасть. Всех тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию, мы разместили в муниципальных учреждениях города, обеспечили питание, медикаменты и обустройство. Почти 600 семей в Ялтинском регионе получили компенсации от государства. Размер выплат от 10 до 100 тысяч. Работа в этом направлении продолжается. Севиля Миметова и Виталий Голубев. Телеканал Милет. Ялта.